МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Леонидович Лаврененко, генеральный директор Куб Гомель Киновидеопрокат. Родился в 1966 году в Гомеле. В 1990 году окончил экономический факультет ГГУ имени Скорины. В 2004-м Академию управления при президенте Республики Беларусь по специальности внешняя политика и дипломатия. С 1985 по 1987 год служил в войсках Краснознаменного белорусского военного округа. Старший сержант запаса. Трудовую деятельность начал в сентябре 1987 года с лесарем на гомтельмаше. После окончания университета в 1990 году принят на работу в Гомельский городской совет депутатов, где работал помощником председателя совета, специалистом и консультантом по международным связям. В 1996 году занял должность заместителя председателя комитета по делам молодежи Гомельского облсполкома. С марта 2002 года главный специалист управления информацией и печати облсполкома. В октябре 2002 был избран первым секретарем Гомельской областной организации БРСН. В нынешней должности с июля 2005 года. Около 20 лет является участником народного ансамбля народной музыки «Скарб». На вопросы, которые касаются деятельности Куб Гомельки на видеопрокат, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Здравствуйте, Александр Леонидович. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Александр Леонидович, скажите, пожалуйста, зрительский интерес зависит от пары года? Осенью чаще ходят в кинотеатры, чем летом? Ну, вообще, зрительский интерес, конечно, зависит от того репертуара, который мы предлагаем. Поэтому есть определенные такие сезонные циклы, ключевые точки, которые называются у нас там сезоны блокбастеров. Это, как правило, новогодние праздники, это, как правило, летний период. Это, как правило, у нас наши специфические 8 марта и так далее. Но в этом году мы столкнулись еще с одной очень интересной такой деталью. Она может быть для нас и не совсем приятная, но вот когда были жаркие летние деньки, это оказалось негативно, повлияло на посещаемость кинотеатров. Несмотря на то, что многие из наших кинотеатров, особенно цифровые кинозалы, кондиционированы, то есть обладают всеми надлежащими условиями для комфорта, на самом деле дойти до кинотеатра оказалось делом непростым. С пляжа? Да, с пляжа. Поменять пляж на кинотеатр многие не решились. И поэтому мы сразу это почувствовали на результат. Ну что ж, давайте выслушаем мнение гомельчан. Я считаю, что кинотеатры – это место отдыха для нынешней молодежи. Плюс это бюджетный вариант. Если, например, для студентов, то это не состоит больших денежных затрат, чтобы сходить в кинотеатр и провести как-то веселое время, не сидя дома. Хожу. Интересно. Ностальгия по молодости, по 80-м, когда в кинотеатры билеты нельзя было взять. Периодически хожу. Они вроде сейчас дорогие, но тем не менее эффект какой-то лучше получаешь, чем от телевидения. Я обожаю фильмы и очень часто хожу на фильмы. Вот практически на все. Как только есть время. А в интернете посмотреть? Вы знаете, стараюсь отойти от интернета. Почему? Потому что, во-первых, зрение, а в кинотеатре это богаче, красочнее и как-то более чувственно. Давно, давно уже не были. А почему? Ну, не знаю. Почему? Ну, во-первых, около нас кинотеатр, он уже давно не работает. Так, конечно, бы с удовольствием ходили. Ну, дети ходят, часто ходят. Но у нас как-то времени нет. Ну, я читаю книги, это самое, да, по телевизору смотрю. У меня проблемы со зрением, так что я не могу в кинотеатр ходить. Не хожу. Здесь был у нас кинотеатр прекрасный. А сейчас там непонятно что. Тут был у нас и на улице фонтан. Можно и буфет там было сходить. И все. А сейчас тут одни и редко бывают фильмы, а в основном дискотека. К сожалению, нет. Почему? Потому что нет времени. Раньше я ходила все время, постоянно. А сейчас нет. Почему? Ну, не знаю. Лично я занимаюсь с внуками. Ходим в театр, ходим детский. Цирк. А в кинотеатр нет. Дома мультики. Все это заменило. Сейчас телевидение, интернет. Как-то молодежь, по-моему, редко кто ходит. В последнее время я не ходил, потому что стоящих фильмов пока не видел. Но, в принципе, люблю, да. Хочется как-то посмотреть на большом экране, с хорошим звуком. Ну, просто надоедает дома как-то. Иногда хожу в основном с ребенком, да. Репертуру устраивает? Вполне. Вполне разнообразно устраивает. А почему редко ходите? Работа не позволяет, занятость. По возможности ходим. Как-то нет ни времени. Такой график работы, что не получается. Часто хожу, стараюсь посещать очень часто, когда есть свободное время. Ну, нравится, потому что хоть какой-то вид развлечения, то есть, когда скучно, некуда сходить. Вот, как бы, такое ведь занятие. А интернет и телевизор? Ну, естественно, тоже. Но, я думаю, незаменимо все-таки сходить в кинотеатр. Как бы, эта атмосфера сама по себе. Как бы, не дает занять телевизор, интернет. Вы смотрите «Диалог». Мы говорим сегодня о кино. Александр Леонидович, а вы поддерживаете обратную связь со зрителями? Что они хотят видеть в кинотеатрах? И на что реально ходят? Ну, конечно, мы ориентируемся на наших зрителей. Но, вот, как и подтвердил ваш опрос, который принес, кстати, очень информативный опрос. Спасибо. Потому что основной контингент опрошенных были те люди, которые как раз-таки в кинотеатр не ходят. И вот они сказали, почему. Нет времени, либо еще какие-то причины. То есть, это люди, как правило, старшего возраста. Потому что, в основном-то, в кинотеатры ходит молодежь. Но, естественно, поскольку ходит молодежь, сегодня наиболее активное информационное пространство, где обитает наша потенциальная аудитория, это, конечно, интернет. И, конечно, мы стараемся через наши сайты, через социальные сети проводить какие-то опросы, как-то изучать то мнение, что бы хотели видеть люди в наших кинотеатрах. Конечно, это не главный фактор, который определяет решение, будет ли показан тот фильм или не будет. Но немаловажный. Вот, достаточно сказать последний пример. В сентябре мы объявили через социальную сеть, нашу крупнейшую, опрос, что вы хотите увидеть в кинотеатрах в октябре. Выставили варианты ответов, как говорится, различные. Ну и получили определенный результат, в общем-то, который внимательные участники этого опроса могут увидеть, что на самом деле это фактически и есть репертуар нашего октября, которые фильмы, которые показывались или еще будут показаны в наших кинотеатрах. Другой вопрос, что планирование репертуара, вещь достаточно неблагодарная. Потому что вот часть фильмов, которые мы заявляли в сентябре, они на самом деле даты поменялись, на самом деле их перенесли на другие даты, на ноябрь, на декабрь. Поэтому вот наш репертуар, это такая очень вещь живая. И планировать как-то 100% гарантированно невозможно даже буквально до последнего дня. Бывали у нас и такие случаи. Но мне кажется, должен быть и элемент интриги, и элемент сюрприза в этом тоже. Ну, хотелось бы свести к минимуму, потому что это завязано на рекламу. Люди должны знать, что они придут такой-то день на такой-то фильм. Спасибо. А скажите, какие фильмы в итоге, вот в этом году, получили наибольшее признание у зрителя? Ну, я не буду здесь сильно оригинален, если скажу, что основной, конечно, коммерческий успех и зрительский, соответственно, успех. Их вызвали известные, самые известные блокбастеры, как мы говорим, популярные фильмы, в частности, «Форсаж 7», в частности, «Мстители», «Эра Альтрона» и «Миньоны», мультипликационный блокбастер, как его называют. Это вот тройка самых кассовых хитов в кинотеатрах нашей области. На четвертом месте фильм вот этот, который выстрелил громкий, громчайший сюрприз текущего года, это фильм «Пятьдесят оттенков серого», который успех никто не мог предположить, который скорее является исключением из правил, чем нежели он подтверждает правила. Потому что дальше идут, опять же, «Мир юрского периода», по сути дела, это франшиза уже, «Терминатор», пятый фильм известной франшизы, «Бегущий в лабиринте», который вот подошел в сентябре, это фильм уже второй, премьера была первой фильм в прошлом году, «Человек-муравьей», то есть это фильмы, снятое по комиксам. То есть зрелищное, красивое, эффектное кино, конечно, у нас пользуется основным спросом. Одна из самых громких и ожидаемых премьер «Белорусская лента. Мы, братья». Как приняли фильм и творческую группу, гомельские зрители? Да, премьера, скажем, достаточно громкая и, скажем, недолгожданная. В кино неоднозначная, хочется сказать. Но дело в том, что мы показываем фильмы, и нас иногда ругают, что вы показываете. Но дело в том, что мы предлагаем выбор. Я допускаю, что не все фильмы могут нравиться нашим зрителям, и это нормально. То есть, говорить плохой фильм, не посмотрев его, руководствуясь какими-то отзывами других людей, это не очень корректно, на мой взгляд. Надо посмотреть, чтобы составить собственное впечатление. И я могу сказать, что фильм, он показал достойный результат у нас, тем более это национальный кинопроект, и поверьте, мы, естественно, обратили на него особое внимание. Естественно, мы поработали в этом плане очень интенсивно с различными организациями, органами, учреждениями образованными. Для того, чтобы этот фильм все-таки увидели, люди могли сами составить мнение о нем. И я могу сказать, что на сегодняшний день, по нашим оперативным данным, в таком негласном соревновании среди областей, Гомельская область занимает по объему выручки на первом месте, мы собрали более 95 миллионов рублей. Я скажу, это показатель достаточно солидный для фильма, с учетом того, что он шел в цифровых, только в цифровых кинотеатрах. И то, что он, скажем, имел соответствующую рекламу, которая не всегда, допустим, способствовала. Я могу сказать, что когда творческая группа приехала к нам, еще что немаловажно, мы его поставили достойно, в кинотеатре имени Калинина. И приехали к нам актеры, тот же известный, уже популярный Руслан Чернецкий и Алексей Хлистов у нас, певет. Они были потрясены качеством показа в нашем кинотеатре Калинина. То есть, действительно, реально достойное место для белорусского проекта. Спасибо. Александр Леонидович, следующий вопрос прозвучит от нашего телезрителя. Здравствуйте, мы слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Пожалуйста, не прерывайтесь, задавайте ваш вопрос. Да-да, я хотела бы высказать свое мнение о работе наших кинотеатров. Я из города Речица, меня зовут Мария. И очень хотелось бы похвалить кинотеатр «Беларусь», который находится в Речице. Мы с мужем ходим в кинотеатр по возможности. Стараемся делать это как можно чаще, потому что это отличное времяпрепровождение, отличный источник тем для разговоров вечером после просмотра хорошего кино. Нам очень нравится проводить свой досуг именно так. Советуем всем ходить в кино. И опрос, который недавно был в программе, мне кажется, это люди старшего поколения. Возможно, у них действительно не хватает времени для похода в кинотеатр. Молодежь ходит в кино с удовольствием. Я в этом абсолютно уверена. Скажите, пожалуйста, а те фильмы, которые показывают в Речице, вас устраивают? Вам нравится репертуар? Мы всегда находим, куда, на какой фильм нам сходить. Было бы желание, я считаю так. Если есть желание куда-то сходить, провести время не просто дома возле телевизора, а прогуляться с любимым человеком даже пешком вечером до кинотеатра, а потом обратно, было бы желание всегда есть. Премьеры доезжают до Речицы? То, что идет в кинотеатрах всего мира, вы скоро это увидите в Речице, ваше мнение? Безусловно. Насколько я знаю, 18-го, если я не ошибаюсь, на прошлой неделе была премьера фильма «Марсианин», нашумевший фильм, который стартовал по всей Беларуси в один и тот же день. И мы смотрели этот фильм в тот же день, когда его смотрели наши знакомые в Минске. Спасибо большое за ваш звонок. Ну, спасибо, Мария, вам за ваш звонок. У меня единственная есть к вам просьба, и спасибо за теплую оценку, такую высокую оценку работы наших реческих коллег. У меня единственное, к вам есть большая просьба. Вот хотелось бы, чтобы это мнение услышали здесь не только зрители нашей программы, но и ваши друзья, ваши знакомые, чтобы вы рассказывали, что кино действительно это здорово. Кино в кинотеатре, я подчеркну, это действительно здорово. Потому что, ну, к сожалению, статистика этого года показывает, что, наверное, далеко не все речесчане разделяют вашу точку зрения, и где-то они в чем-то недополучают вот этого удовольствия, вот этого реального комфорта посмотреть премьерный фильм в хорошем кинотеатре. Спасибо вам за ваш звонок, спасибо за вашу оценку. А кинотеатр в Речице ведь один из недавно отремонтированных. Да, он отремонтированный, он кондиционированный, у него цифровая система, 3D, то есть современный кинозал в полном смысле этого слова. Плюс я хочу сказать, что в Речице комплекс дополнительных услуг есть. Там уже вот единственный кинотеатр, где у нас стоят два кинобара уже, кинотеатр, где есть услуги симуляторы, кинотеатр, где есть услуги бильярда. То есть туда можно реально зайти на полдня и провести там достойно свое свободное время. Спасибо, уважаемые телезрители. Присоединяйтесь к нашему диалогу. 77 68 45 номер телефона прямого эфира. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. У нас есть на линии телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Я из Светлогорска. А, не слышно там, наверное. Мы вас прекрасно слышим. Вы, пожалуйста, не прерывайтесь, не слушайте себя. Задавайте ваш вопрос. Из Светлогорска. Меня зовут Ольга. Очень приятно, Ольга. Что вы хотели узнать? Вот Светлогорский кинотеатр, он старый. Оборудование, наверное, там слабенькое вообще. И очень холодно. Снука не сходить невозможно. Полсеанса просидишь и уходишь. Конечно, вам бы хотелось более комфортных условий. Спасибо большое за ваш звонок, Александр Леонидович. Да, я, к сожалению, Ольга, вынужден признать, что это на сегодняшний день наша, ну, одна из основных проблемных зон. Светлогорский кинотеатр «Юность». Мы прекрасно знаем, поверьте, в каком он состоянии. Поверьте, мы стараемся в пределах наших сил и возможностей принять все необходимое для того, чтобы все-таки этот кинотеатр в порядок привести. Но, к сожалению, сегодня реальность экономическая такова, что возможности у государства, у бюджета выполнить необходимый объем работы. Это порядка по предварительным оценкам минимум 6,5 миллиардов рублей. К сожалению, таких возможностей нет. Мы уже совместно вот с вашими местными властями в Светлогорске уже даже искали возможности привлечения частных инвесторов для того, чтобы этот кинотеатр реанимировать, учитывая то привлекательное место, где он находится, это самый центр города. Но, к сожалению, участников, готовых вложить деньги в кинотеатры, в этот вид бизнеса, как коммерчески привлекательный, к сожалению, такого участника мы пока не нашли. Поэтому я просто еще раз хочу извиниться за то, что вот в таком состоянии находится кинотеатр. И прошу вас потерпеть. Поверьте, мы прилагаем усилия и при первой же возможности мы обратим внимание на этот кинотеатр. Спасибо большое, Александр Леонидович. Давайте продолжим сейчас, в период школьных каникул. Какие киноразвлечения у вас подготовлены для самых юных любителей кино, которые через несколько лет уже будут той самой вашей целевой и самой, наверное, массовой аудиторией? Вот вы задали вопрос, Ольга, и фактически дали тот ответ, который я хотел на него дать. Потому что внимание к детям, это действительно сегодня, есть такое умное выражение, одна из точек роста. Потому что в условиях демографического спада, который испытывает не только наша страна, а в определенной степени и весь, все постсоветское пространство, сегодня именно считается одним из приоритетов, это обратить внимание на детскую аудиторию, то есть приучить детей ходить в кино, в кинотеатры. Потому что дети – это наши потенциальные зрители через 10 лет. Именно поэтому разрабатывается, готовим комплекс мероприятий, ориентируем наших кинотеатров на то, чтобы проводились различные мероприятия, именно для того, чтобы привлечь детей в кино. Что касается каникул, конечно, мы готовим специальный репертуар. Конечно, в цифровых кинозалах выходит совершенно потрясающий мультик «Монстры на каникулах». Я его в Санкт-Петербурге месяц назад посмотрел на рынке, полностью очень потрясающий мультик. Добрый, смешной мультик, который интересен не только детям, но и взрослым. Плюс, конечно, если вы обратите внимание, у нас вообще в кинотеатрах, в кинозалах, практически во всех кинотеатрах, есть детские сеансы ежедневно. Они показываются, может, не совсем удобное время, но они есть. Выходные дни особенно. Мы обращаем на это внимание, чтобы репертуар освежался. В частности, ноябрьский репертуар. Мы ждем очень такой хороший российский фильм «Сауа. Сердце воина». Фильм, который интересен тем, что режиссером его стал знаменитый композитор, известный композитор Максим Фадеев. И продюсер, и режиссер, соответственно, музыкальный ряд будет. Но я видел фрагменты, там и зрелищный ряд, и видеоряд сделан очень хорошо. И что очень приятно, он сделан на базе отечественной нашей общей с россиянами истории. И действительно, очень фильм, который будет интересен. Поэтому фильмы есть. Другие формы. Вот я могу сказать, что в Кинотавре, в городе Гомеле, можно сказать, восстановлена, наверное, но для нас это новая форма, дискотека для детей. Юла, так называемая, которая в выходные дни, в воскресенье, дети могут прийти, родители, вернее, с детьми. Дети немножко потанцевали, посмотрели хорошее детское именно или семейное кино. А родители что в это время делают? Родители наслаждаются счастливыми лицами своих танцующих детей. Ну, есть бар, если что, кинобар, попкорн. Если недостаточно, только счастья ребенка. Обычно этот вопрос мы как-то оставляли в заключении программы и бывали очень ограничены во времени, поэтому исправляюсь. Думаю, что это очень интересует любителей кинотеатра и киноискусства. Александр Леонидович, какие кинопремьеры нас ожидают в ближайшее время? Расскажите, пожалуйста. Ну, из кинопремьер я могу обещать, что практически все, что ожидает, это самое ожидаемое, самое горячее, самое хитовое. В частности, конечно же, 6 ноября это новая серия Бондианы, 007, Спектр. Это, конечно, самая горячая заключительная часть, уже говорим, франшизы «Голодные игры», которая выйдет у нас с 19 ноября. Договора на эти фильмы уже подписаны, уже в росписи утверждена, то есть эти фильмы уже в 99,9-х у нас будут показаны. Значит, декабрьские премьеры тоже самые разнообразные на все вкусы. Очень меня впечатлили фрагменты фильма «Он, дракон», который снят российскими кинематографистами на базе таких, скажем, языческих, еще славянских фильмов. Историй, очень такое зрелищное, такое наше кино, наше такое интересное, историческое, вот интересно, это все фэнтези подано. Интересные, конечно, фильмы «Страна ООС» Василия Сигарева, он больше фестивальный, я не знаю, получится у нас или нет, но мы все-таки хотим показать в рамках фестивальной программы «Листопада», то есть пораньше, чем нежели фильм выйдет в официальный кинопрокат. Конечно, «Звездные войны», конечно, «Звездные войны», декабрь, 17 декабря, это, конечно, ожидаемый, ожидаемый, ожидаемый многими фанатами, уже многих поколений. Я думаю, старшая аудитория подтянется, которые начинали смотреть еще в юношеском возрасте первые эпизоды этого фильма, это вот седьмой эпизод. Новогодняя битва, как всегда, очень горячая, очень бурная, российские комедии, «Самый лучший день» с Дмитрием Нагиевым, «Страна чудес» с квартетом, и, конечно же, там и «Млечный путь», новая работа Сергея Безрукова, конечно же, там и новое… Я вот просто уже там столько хорошего кино, что я уже, честно говоря, подпутаюсь. 7 января новый фильм «Леонардо Ди Каприо», «Выживший», то, что я видел в Санкт-Петербурге, показали, очень потрясающее кино. То есть, то, что называется, следите за рекламой, а фильмы у нас будут, хотя, опять же, говорю, что очень многие фильмы, и сразу, возможно, предвижу возможные вопросы, очень многие фильмы остаются вне рамок нашего кинопоказа, кинорепертуара, потому что фильмы достойные, с достойными актерами. Вот, в частности, мы планируем в ноябре показ фильма с Киану Ривзом, кто там, показ фильма с Брэдли Купером, шеф Адам Джонс, мы планируем, надеюсь, у нас получится. Вместе с тем, вот фильм «Магбет», Майкл Фассбендер, ну, наверное, вряд ли мы сможем его показать, потому что условия достаточно жесткие финансовые. Вместе с тем, аудитория, ну, мы не столица, у нас нет еще надлежащего качества, вернее, надлежащем количестве зрителей, которые бы смогли прийти заплатить за этот фильм, чтобы мы могли купить наши расходы. Я всегда повторяю, мы коммерческие организации, и для нас вопрос выручки действительно играет серьезное значение, и именно поэтому оценивают нашу работу наши и областной исполнительный комитет, и Министерство культуры, показатели экономические сегодня выходят на первый план. Спасибо, Александр Леонидович. У нас дожидается возможности задать вопрос наш телезритель. Здравствуйте, мы вас слушаем, пожалуйста, говорите. Здравствуйте, меня зовут Дима, я из города Жлобин. А скажите, пожалуйста, почему не работает Родина в городе Жлобине? В городе Жлобине. Приходится ездить в Рогачев. Спасибо большое за вопрос. Я, насколько знаю, ведутся сейчас работы в кинотеатре, да? Вот два вопроса, которые я ожидал в сегодняшнем эфире практически с вероятностью 100%. Жлобин и Светлогорск. Это две, поверьте, болевые точки нашего кинопроката. Жлобин, в отличие от Светлогорска, там более немножко ситуация оптимистичнее. Там действительно выполнено порядка 75% работ в этом кинотеатре. Необходимо найти 5 миллиардов для того, чтобы завершить эти работы. Но, опять же, не буду оригинален, может, повторюсь, экономическая ситуация такова, что пока государство не может изыскать эти деньги, потому что необходимо оплачивать первоочередные расходы. Вместе с тем, мне очень приятно, что жлобинчане, в общем-то, откликнулись и выступили с инициативой, откликнулись на нашу проблему и выступили с инициативой. И вот в прошлую субботу состоялся первая часть субботника городского, районного субботника, средства от которого планируется направить именно на завершение ремонтных работ кинотеатра «Родина». По моим предварительным данным, которые я имею, 170 миллионов рублей направлено. И я думаю, что достойная сумма будет собрана и на второй части. И, поверьте, это действительно может повлиять, в том числе и на принятие решения о выделении государственных бюджетных средств, потому что действительно хочется, чтобы этот кинотеатр действительно стал народной стройкой, что жлобинчане показывают, что кинотеатр городу нужен. Поэтому спасибо вам, спасибо за то, что вы делаете. И мы, поверьте, постараемся для того, чтобы этот кинотеатр заработал как можно быстрее. Спасибо, Александр Леонидович. Сегодня многие кинотеатры стремятся расширять перечень предоставляемых услуг, что-то придумывают для того, чтобы привлечь зрителя к работе. Каких кинотеатров в области вы могли бы привести как пример удачной в этом плане? Ну, вы знаете, что я могу сказать, что, наверное, все кинотеатры у нас, как вот то, что вы говорите, стремятся оказывать комплекс на услуги. То, что называется кинотеатр, как культурно-развлекательный комплекс. Для того, чтобы люди смогли не только посмотреть кино, но и оставить, скажем так, какие-то деньги. Нам, я уже говорю, с нашей стороны, оставить деньги на развитие наших кинотеатров, наших кинопредприятий. Примеров их очень много, поверьте. И Речица та, которую я вспоминал. И мне, допустим, очень импонирует работа Житковичского кинотеатра «Восход». Мне нравится, что делается в Ельске. Мне нравится то, что делается сегодня в Чечерске. То есть, когда вот те кинотеатры, до которых, к сожалению, у нас не доходят руки, чтобы их укомплектовать цифровым оборудованием, как они сегодня в этих условиях стремятся находить новые формы, развиваться. И действительно, там руководители инициативные, действительно грамотные люди, которые стремятся выполнять поставленные задачи, экономические задачи, используя самые-самые-самые разные формы и методы для этого. Продолжение темы. Далее в нашем сюжете. Давайте посмотрим. Когда-то кинотеатр «Юбилейный» должен был стать гордостью гомельской киноиндустрии. Его и строили к знаменательной дате – Московской Олимпиаде 1980 года. Однако не получилось. Сегодня «Юбилейный» вновь выставлен на продажу. Вообще, из семи кинотеатров, которые работали в областном центре во времена Советского Союза, государственных сегодня осталось только три. Для более чем полумиллионного города не слишком много. Еще бы хотя бы иметь не менее двух кинотеатров, небольших, вместимостью 200-300 мест, для того, чтобы мы могли предоставить жителям города Гомеля разнообразное по жанру, по содержанию и прочие очень интересные кинопроекты. При этом демонстрация кинофильмов – дело сегодня достаточно прибыльное, особенно если привести кинотеатры в надлежащий вид и приобрести современное оборудование. «Гомельский октябрь» – один из лучших примеров. В 2009 году кинотеатр собрал 85 миллионов. В конце 2010 года мы ввели в строй его уже в виде кинотеатра цифрового показа. И в 2011 году 3,6 миллиарда. В 40 раз увеличили наши доходы. Впрочем, только демонстрации кинофильма в Гомеле решили не ограничиваться. За примерно 200 тысяч белорусских рублей перед началом сеанса можно поздравить с экрана дорогого человека или сделать любимое предложение. Говорят, что желающих много, правда, даже в этом случае согласия получают не все. Еще одно обязательное условие для привлечения зрителей – создание комфортных условий. В кинотеатре «Мир», например, по старым фотографиям, восстановили лепнину 1956 года и установили новую мебель. В таком интерьере приятно отдохнуть с чашечкой кофе. А бывший буфет переоборудовали в небольшой зал, где можно и тематические показы организовывать и пресс-конференции проводить. Однако особая местная достопримечательность – вип-зал с повышенной звукоизоляцией. Мини-корпоративы, небольшие девичники и встречи одноклассников под любимый фильм, который можно выбрать по собственному желанию. Не то чтобы зал был занят круглые сутки, однако и недостатка в посетителях нет. Плюс в том, что человек уединяется со своими друзьями, возможно, просмотреть фильм, выпить чашечку кофе, возможно. Если позволяет возможность помещения, почему бы не создавать. Это очень удобно. Агумельское предприятие «Кинотавр» для зрителя, между тем, готовит еще один сюрприз. Первыми среди областных центров уже в следующем месяце здесь решили показывать, причем преимущественно в прямой трансляции культовые постановки из того же Нью-Йоркского метрополитена и Парижского глобуса. Не вживую, конечно, но зато на широком экране. Прямой идет сигнал. Мы его принимаем и транслируем на наш экран. Не всякий может поехать в Париж посмотреть «Девенадцатую ночь». А именно вот такая великолепная картинка, великолепные костюмы, сама обстановка театральная. Это нечто. Я думаю, что наш зритель, который придет, останется доволен. Посмотрите диалог у нас в гостях. Генеральный директор коммунального унитарного предприятия «Гомелькино-видеопрокат» Александр Леонидович Лавриненко. Александр Леонидович, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете перспективы этого проекта? Трансляции всемирно известных постановок у нас в кинотеатрах. Значит, направление абсолютно правильное. Развитие. Сегодня есть понятие такое альтернативный или, по-новому говоря, креативный контент. Это не только трансляции спектаклей. Это может быть и трансляции концертов. Это могут быть и трансляции спортивных мероприятий. Причем в том числе и с поддержкой показа в формате 3D. Поэтому направление правильное. Другое дело, говоря словами из известного героя, известного фильма «Три плюс два» «Вскрытие покажет». Найдется ли такая у нас благодарная аудитория, которая оценит, рублем оценит вот это вот начинание кинотаура. А какие-то опросы проводились, может быть? Вы знаете, что конкретно по этой теме опросы не проводились, но, в общем-то, Минске – это новинка популярная. И я вот буквально спектакль посмотрел вчера, спектакль, который у нас будет, планируется показать 10 ноября в кинотеатре «Мир» – «Гамлет Камбербэтч». Ну, с Бенедиктом Камбербэтчем. Вот он вышел в России на прошлой неделе и показал один из лучших результатов по наработке на кинозал. То есть это свидетельство о том, что достаточно востребованная услуга. То есть есть аудитория, еще раз повторюсь, насколько она велика в нашем городе, в нашей области. Это мы посмотрим. Попробуем. Ну, хорошо. Следующая цифра хотела бы с вами обсудить. Средняя стоимость билетов кино в США – около 8 долларов. В Европе – 8 евро. В Москве зритель платит 12 долларов, а в Японии – около 20. Как удается в нашей стране удерживать такую демократичную цену на билеты? Ну, во-первых, мы живем в Белоруссии, и у нас много чего, на что демократичная цена. Ну, а кинопрокатчики-то хотят зарабатывать при этом, независимо от того, какая страна. Значит, понимаете, мы здесь между двух огней находимся. С одной стороны, цена, она должна всегда быть взвешенная. Она должна равновешивать спрос и должна равновешивать предложение. Конечно, нам бы хотелось, чтобы у нас были билеты и в 100 тысяч, и в 200 тысяч. И они есть такие билеты на ВИП-места, на определенные места с дополнительным зонам комфорта, с дополнительными услугами. Они есть уже, и они, скажем, востребованы. Другой вопрос, что, конечно, среднестатистический наш посетитель, а это молодой человек, как правило, но, наверное, он не может позволить себе пока платить такие деньги, как вы говорите, даже те же 6 долларов, 7 долларов. Это уже будет в наших ценах сегодня порядка 120 тысяч. Это, наверное, много. Наверное, много. Хотя вот на те же спектакли, о которых мы говорили, цена, конечно, билета будет выше, чем на обычный киносеанс. Вот. Там, по-моему, от 150 тысяч. Вот. Поэтому в связи с этим, это вопрос цены, это такой вопрос вечной дискуссии. Покупатель хочет, чтобы подешевле, продавец хочет, чтобы подороже. Спасибо большое. У нас есть вопрос от нашего зрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Вы уже в эфире. Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день. Это Юрий из Гомеля. Вы меня слышите? Да. Мы вас слышим, Юрий. Значит, ну, у меня не вопрос, а такое пожелание, чтобы как-то контролировалась или воспитывалась культура зрителя, когда в зале там сто и более людей, среди немного молодежи. Ну, обязательно какие-то, ну, вот неприятно ходить иногда в кинотеатр, когда шуршат конфетами, фантиками, челкают семечки, какие-то комментарии самые, так сказать, неподходящие моменты. Наверное, вот есть эти. Из-за этого иногда и в кино идти не хочется, понимаете? Поэтому надо какая-то политика в этом вопросе, чтобы были, наверное, те, которые следят внутри помещения, обычно дежурные, есть там у вас кинотеатр, что они обращали на это внимание. Это общая культура. Спасибо. А так, в принципе, мне ваша передача нравится, и наш генеральный директор тоже. Спасибо большое. Спасибо, конечно. Юрий, вы знаете, вы очень, как говорится, не бруод и вока, как по-белорусски говорят, потому что я эту тему тоже знаю, и мы ее знаем, что действительно вот один из факторов, который аудитория, а судя вам, вы человек уже в достаточно таком возрасте зрелым, не совсем молодежным, хотя, надеюсь, в душе вы еще молодой, раз вы в кинотеатр ходите. Действительно есть такая тема. Но, понимаете, наши недостатки – это продолжение наших достоинств. Искусство кино – это искусство демократичное. И действительно есть у нас и контролеры, действительно они стараются контролировать. Но вы знаете, молодежь ходит компаниями и так далее. Понимаете, как бы, если говорить юридическим языком, каких-то законных оснований препятствовать тому, что они там едят, но у нас пока нет. Да, мы, может быть, где-то стоим на пути зонирования определенного, чтобы были зоны для едящих и для неедящих, чтобы этого шороха не было, шума не было. Но, поверьте, это вопрос, наверное, общей нашей культуры, которой, наверное, всего нашего общества характерно. Очень многие задействованы в системе воспитания подрастающего поколения. И, может быть, действительно надо напоминать. Есть у нас правила кино и видеообслуживания. Может быть, действительно введем какое-то такое напоминание, аудио, видео, что уважайте других зрителей. Идея зонирования, кстати, интересная. Может быть, для тех, кто с чипсами отдельно как-нибудь выделит местечко. Но, опять же, это немножко противоречит вот той самой принципу основному демократичности. То есть человек, в общем-то, приходит к кино, он приходит по большому счету отдыхать. И то есть любое сдерживающее его направление до определенных пределов, в общем-то, оно, конечно, влияет на желание человека отдыхать. Хотя, опять же, здесь идет противоречие. Мы говорили с вами о ценах на билеты. Приятно, что есть и вовсе бесплатные сеансы. И свою просветительскую функцию тоже Гумелькин и видеопрокат стараются выполнять. Правда, что на днях корейского кино не было свободных мест в зале? На вечернем сеансе, да. На вечернем сеансе не было свободных мест. Ну, знаете, бесплатного ничего не бывает по экономике. Всегда кто-то за это платит. Вопрос в другом, что для посетителей, конечно, важно, есть цена билет или нет. Я хочу в связи с этим вспомнить еще один проект этого года «Счастье это», который также был бесплатный вход. Две недели. Фильм работал в кинотеатре «Мир». И вы знаете, мы смотрим, вот по наш анализ нашей информации показывает, что бесплатный билет – это не панацея. То есть это не значит, что народ ломанулся в кинотеатре. Фильм был достойный, достаточно интересный. Вместе с тем, посещаемость его была, ну, скажем так, оставляла желать лучшего. То же самое мы смотрим сейчас, когда вот в сентябре у нас были такие акции «Счастливый вторник». Цена билета меньше 25 тысяч. Я не могу сказать, что это кардинальным образом повлияло на посещаемость. Понимаете, человек, который хочет и намерен пойти в кино, он на самом деле идет в кино. Поэтому, ну, для него не принципиально важно будет цена там 50 или 40 тысяч. Поэтому вот этот фактор, он, в общем-то, не всегда привлекает. Хотя на общепринятое мнение кажется, что кажется дешевая цена, и все должны идти. Александр Леонидович, так уж сложилось, что для миллионов людей во всем мире кино – это развлечение, а для вас – это работа. А куда ходите в свободное время? Такие вопросы задаете интересные. Вы знаете, к сожалению, наверное, в кино не хожу. Может быть, это вина моя, не хожу. Я все-таки там звучал, в визитке, и было, я все-таки много увлек. Мне интересна музыка, мне интересен спорт. Я хожу на тот же стадион, я с 76-го года и активный поклончик клуба «Гомель» футбольного. И концерты, которые в «Гомеле» у нас, я стараюсь по возможности посещать, интересно мне. Поэтому стараюсь культурно развиваться, хотя кино, конечно, это не только работа. И особенно на кинорынках приятно посмотреть хорошее кино. Спасибо большое, что нашли время и пришли к нам сегодня. Спасибо. Спасибо, уважаемые зрители, за вопросы. Желаю нам всех побольше хороших кинотеатров и хороших фильмов. Это был диалог с генеральным директором коммунального унитарного предприятия «Гомелькина видеопрокат» Александром Лавриненко. Спасибо, что вы были с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова